ритуальная молитва когда ты салмы там поешь допустим или там азану мусульман это три раза в день делается там по 5-10 минут просто для настройки на бога а есть молитва побед над судьбой она делается и вот тогда можно кланяться вот когда ритуальная молитва вот это перед едой там после пробуждения ну и так далее такая молитва настраивающая человека на правильную волну дорогие друзья хочу вам сказать что очень важно подписаться на мой официальный канал youtube поставить лайк комментарий задать вопрос мои помощники обязательно ответят вам а также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми потому что таким образом вы поможете мне распространение знания по всему миру это не молитва побед над судьбой молитва побед над судьбой делается в неподвижном положении тела без всяких поклонов можешь кланяться мысленно она лучше всего включать голос те кто молится параллельно настраиваться вместе потому что поле побежать судьбу лучше совместно когда человек один молится у него мысли лезут он не может побеждать судьбу когда большое количество людей то мысли сразу расшибает и ты чувствуешь силу как бы ну вы почувствовали первый раз когда мы пробовали как это происходит поэтому совместная молитва сильнее индивидуальной поэтому включаем еще те кто молится хор людей которые настраиваются на бога иначе если бы просто онлайн можно зачитать да 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 конечно зачитаешь а чё они сами не могут нас задать когда задают онлайн сами вопрос похоже нет возможности задавать ну хорошо давайте да значит вопрос такой от виктории здравствуйте олег иначе подскажите пожалуйста если молиться в аскезе стоя и на четвертом пятом слое пальцы на ногах особенно на правой ноге не имеют можно ли имя немного шевелить только пальчиком нет вот чуть палец шевельнула все сразу блоки сразу аскеза закончена но это была шутка все нормально можно шевелить пальчиками да конечно и второй вопрос по молитве от ольги а скажите пожалуйста почему нельзя просто повторять вместе со святым человеком или петь вместе с его голосом почему надо свою молитву накладывать поверх голоса святого например как мы слушаем богородицы девы радуся а произносим аллилуйя когда мы проносим аллилуйя а включаем богородицы девы радуся мы берем настроение настроение а не ну вот вот попугай когда повторяет он берет все ты говоришь допустим аллилуйя он аллилуйя аллилуйя ну то есть он он ну как бы берет все потому что он не понимает вообще что происходит он просто берет и копирует звук и тогда вот как это синхронное такое копирование а мы берем только настроение мы не берем смысл настроение но есть люди которым надо все копировать надо прямо в том же ритме том же интонации повторять то же самое также точно так же такое тоже возможно но это немножко не то потому что не надо полностью сливаться во всем нужно сливаться только в настроении иначе у человека болевой фактор начинает страдать он как бы ну если отключается там что-то и он тоже отключается ну то есть надо чтобы у тебя была своя волна у него своя волна у нас есть разные виды ретритов например мы можем включать общий фон и молиться каждой своей молитвой вообще общий фон просто общее настроение идет у молитва у каждого своя но тогда мы не громко это делаем бывает громко повторяем молитву каждый в своем темпе и общая молитва сливается если мы одну и ту же молитву повторяем мы можем по-разному каждый а бывает хором повторяем вот сейчас мы повторяем хором одну молитву чтобы она зачем я так делаю для того чтобы вас учить настроению вы со мной вместе повторяйте вы как бы копируете и таким образом вы фишку начинаете понимать постепенно как концентрироваться что делать понимать но вот это вот полная синхронизация там голос здесь голос я все в одном ритме это не нужно спасибо большое геннадий скажите пожалуйста то есть первый план мы слушаем голос звук вторым планом мы как бы поем а должно быть в голове еще вот что я кланяюсь допустим я хочу тебе служить я хочу тебе служить я хочу быть таким как ты я хочу чтобы ты был счастлив вот это должно идти это должно идти не сразу надо разделить поэтому у нас два слова будут сегодня два слова аре и рама аре это звук призыва звук впитывания когда я беру в себя молитву рама это славлю господа отдаю вот когда вы славите господа на втором звуке вы говорите я хочу тебе служить мысленно а когда вы впитываете вы впитываете вы как бы всасываете в себя звук и сливаете с ним старайтесь повторять также как они сливаетесь в это время насыщаетесь а потом отдаете и славить все спасибо большое понятно да ваш вопрос скажите пожалуйста как подключить сердце к молитве чтобы подключить сердце надо сначала включить разум разум включается через сильное копирование и слушание вот звук идет молитвы и вы копируете его вот там она не поют и вы на них настраивать первая стадия подключения сердца называется копирование вы должны почувствовать опору на этом звуке слиться с ним и как только вы слились у вас появляется когда опора сила появляется внутренне постепенно звук начинает из горла идти в сердце он глубже глубже заходит и потом когда вы уже на слове то есть вы уже когда отдаете то тогда звук сначала входит вас глубоко а потом даете и вот в это время постепенно звук соединяется с сердцем и становится более глубоким звук постепенно это за 10 за 15 минут происходит если вы делать все правильно сначала сливаетесь повторяйте как они а потом отдаете с благодарность и постепенно сердце исключает сильнее 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 и потом уже от всего сердца у кого вот в прошлый раз от всего сердца пошло там минут на 20 на 30 вот легче стало от сердца повторять видите вот люди почувствовали но если вы ничего не слушать вы сами хукарекайте одно саму там вы где-то на своей волне то тогда ничего не произойдет нужно сильно слушать и повторять как они надо заставиться это делать потому что мы привыкли естественно слушать себя жизни свою судьбу я могу вам это продемонстрировать надо сейчас включить голос молитвы и дать ей микрофон чтобы она повторяла вот повторяйте и сливайте с ними микрофончик ближе микрофончик ближе да да нормально вы понимаете что надо делать понимаете ну то есть сливание не происходит сразу но у вас идет процесс улучшения звука вы понимаете что надо делать погружаетесь потихоньку значит от сердца пойдет со временем на рам пойдет от сердца пойдет такая сила звук рам это очень интересный звук очень интересный вот вы сейчас начнете это делать вы увидите насколько он сильный глубокий и прямо на сердце такой такой мощный звук очень это интересный звук очень вы почувствуете дальше вопросики ваши по молитве молодцы хорошие вопросы да такие хорошие вопросы да попробуйте включать да давайте включать а 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 Вообще не сливайте. Слушайте. Невы не сливайте. Нет. Вот вы как делаете, я сейчас покажу, как вы делаете, как надо. Вот вы вот так делаете. А надо. Вы себя показываете, я надо их показывать. Нет. Выключите звук, сейчас я буду учить. Это всех касается. Вот смотрите. Скопируйте настроение. Дай мне, пожалуйста, конфетку. Скопируйте настроение я сейчас. Под микрофон. Нет, вы свое настроениека даете, мое копируете. «Дай мне, пожалуйста, конфетку». Вот уже лучше. «Дай мне, пожалуйста, конфетку». Вот, вы стремитесь копировать моё настроение. А теперь включайте музыку. Копируйте их теперь настроение. «Дай мне, пожалуйста, конфетку». Поняла. Надо не себя что-то корчить, а слушать и копировать. Вот этим надо заниматься. Мне-то казалось, что я слушаю. Вот всем так кажется, да. Спасибо. Тоже хотите попробовать? Давайте, да. Включайте. Вы слышите все? Я сливаюсь, она нет. Вот смотрите, вот ещё раз сейчас звук слушайте. Я с ней сливаюсь, она нет. Вам надо со мной сливаться и с ними сливаться. А вы сама по себе. Вот, допустим, лягушки квакают. Одна лягушка. Она под солнцем сидит, а все спят ещё. И все такие. Они начинают с ней сливаться. А одна, допустим, она сама по себе. Вы сама по себе. Ближе микрофончик. Ну, чуть-чуть начала. Чуть-чуть. Чуть-чуть так. Уже чуть-чуть. Процентов 5 от 100. Вот надо, значит, понять, что делать. Понятно? Сливайтесь. Иначе не будет эффекта от мной. Иначе есть онлайн вопросы. Да. Онлайн у меня вырубило. А у вас не вырубило онлайн? Вырубило. Но сейчас снова появился. У вас разный интернет, да? Она, значит... Разный, но вышка... А, то есть она, вышка там, алкоголик какой-то сидит, да, и он... Можно читать вопрос, да? Да. От Виктории вопрос. Я чувствую, что поза алмаза для меня самая подходящая, но очень не имеют ноги ниже колена. Я не нанесу вред своему организму, если буду терпеть? Нет, не нанесете вред. Вот не имеют ноги, их вообще не чувствуешь. Это просто чистка организма. Не надо этого бояться. Постепенно они становятся меньше, меньше немеют, и потом вообще не немеют. Ну, то есть не надо бояться вот это вот... То, что тебя сковывает во время неподвижного положения тела, немеет, там жар в теле, мурашки какие-то идут, пробивается что-то. Это все лечение. Люди боятся это ощущение и думают, что я сейчас сдохну. Нет, как бы... Не сдохните, просто помрете. Шутка. На самом деле идет лечение. И чем больше вы статику будете делать, тем меньше эти будут ощущения. У меня раньше покалывания были, жар, сейчас таких ощущений вообще нет. Понятно? Статическое напряжение накопили внутри молодые старички. Вот сейчас надо убирать это все. Там Ольга руку тянет. Это ее вопрос был. Ольга там вот тянет, в онлайне. Нет, это Виктория вопрос. Не, Ольга, вас не слышно. Вам надо передавать вопрос, наверное, печатать. Да, только письменно можно задать вопрос сегодня. Так, я могу следующий вопрос зачитать, да? А, не, вот получится. Давайте, Ольга, да, давайте. Скажите. Я бы, я надеюсь, хотелось бы как-то, что ты меня просчитываешь, чтобы понять, как я могу, что она присутствует. Ну, давайте, звук включайте, включайте звук молитвы. Произносить карьера, да? Ха, просто ха, вот так просто. Давайте. Вы не слышали вот этого звука молитв? Нет, погодите, погодите. А что, почему не слышно? У них должно быть слышно онлайн. А как тогда они будут на рефрике участки, если у них не слышно? Ну, а она, я как сейчас-то тогда с ней поработаю, если вы попозже будете брать? Нет, это не то. Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что технически мне нет поддержки. Хорошо. Так, какие еще вопросы? Так, я тогда зачитаю из онлайн. Бульна расспрашивает. Нравится повторять цветы и имена во время ходьбы или бега. Можно ли совмещать? В этом случае молитвы не побеждают судьбу, потому что мы не находимся в неподвижном положении тела. Во время ходьбы или бега эффект от молитвы уменьшается в 3-4 раза. Можно это делать, но толку мало. Это как целовать фотографию. Или подбингивать диктору, который по телевизору рассказывает о погоде. Вряд ли будет результат. Если сидишь неподвижно, слушаешь, чем больше этих факторов, вместе все собрались, очень сильно статику делаем, сильно повторяем громко, сливаемся со всеми. Если все вместе делать, то эффект возрастает многократно. Чем больше будет вот этих вот условностей, там на ходу, не слушаем никого, самостоятельно повторяем молитву, без всех, тогда все меньше, меньше сил, меньше, меньше. Я вот все это создал для того, чтобы усиливалась сила. Хор звучит, силы больше, вместе повторяем, силы больше, не двигаемся, силы больше, слушаем правильно, силы больше, повторяем правильно, долго повторяем, тянем, долгий звук, силы больше. Все это вместе увеличивает, увеличивает, увеличивает силу. Если это уменьшать, допустим, быстро читать, уменьшается сила. На ходу уменьшается силой. Вместе с кем-то не повторяешь, уменьшается сила. Чем меньше сил, тем больше своих мыслей и меньше побед над судьбой. Когда человек идет, у него ум включается. Когда человек идет, у него ум включается. Когда сидит, разум включается. Когда ум включается, ты хорошо помолиться, поразмышлять о жизни Ты идешь, жужжишь, там, аллилуйя, 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 блин Задолбали все, аллилуйя, аллилуйя Что дело с ними, не знаю, аллилуйя, аллилуйя Вот, ну, аллилуйя, ну, может, послать их всех, аллилуйя, аллилуйя Вот Человек идет, он как бы размышляет от своей жизни Это молитва размышления к находу Потому что ум сильно включен Но когда человек не двигается, у него совсем другая молитва уже А что, звук-то? Меня не слышно, что ли, было сейчас? Вам в онлайне было слышно меня? Слышно было, да? Неважно, я включаю звук или нет, вам все равно слышно, я понял Хорошо Спасибо И еще один вопрос из онлайн От Екатерины Здравствуйте, Олег Геннадьевич Я в первый раз на молитвенном ретрите Какое время мне можно сделать статику сегодня? Статику делала несколько раз, только на один слой Надо всегда делать на пять Но есть способы, как это делать Любому человеку проще Вот, допустим, бабочку села На спиночку облокотилась стула Уже легче делать Вот, делаешь бабочку Затекли ноги Раз Вышла из бабочки На пять секунд Потом опять бабочку Опять затекли Опять вышла Потом опять И так Можно 65 минут И все равно Это считается Что ты прочистила пять слоев Понятно, просто не надо менять положение Одно и то же положение Но можно чуть-чуть раз Облегчилось Если в алмазе сидишь По кошачьей встала Легче стало Опять в алмаз Тяжело стало Опять по кошачьей Легче стало Опять в алмаз Стоишь, допустим Тяжело стало К стеночке Прижался Легче стало Отодвинулся Вот так вот Понятно? Иван Зачем ты мне Меня показываешь сильнее? Вот объясни мне Зачем мне на себя Смотреть в онлайне? Я хочу людей видеть Спасибо А звук ты специально Мой выключаешь Что ли? То есть Да? Хорошо Ладно Все Мне не надо делать Мою картинку Я и так на себя уже Насмотрелся Уже тошнит Так Хорошо Хорошо Вот Хочется посмотреть Как молятся Катя Гульнара Вика Елена 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 Ольга Лариса Вот Анна Вот Хочется На них посмотреть А на себя Что смотреть? Вот тут у меня Тоже сидят Такие Хорошенькие Все такие Все Сейчас будем Со всеми Молиться Давайте Настроечку Теперь Ну Вот если Человек закрывает Глаза И он такой Так раз Тогда Тогда не надо Закрывать А если Открываешь Отвлекаешься Тогда Полузакрытый Или закрытый Глаза Регулируют Концентрацию Если Если Лучше Закрытыми Тогда Закрой Если Лучше Закрытыми Тогда Открой Пальцы Рук Еще Повторить Вам Большой Указательный Это Воля Воля Стремление К Победе Я все Смогу Я Оглядывание Нарушу Это Большой И указательный Соединяется Большой Это Я Указательный Воля Воля Моя Все Воля Стала Сильнее Вот Большой И Средний Это Моя Сила Вот Я Слабостью Мне Что-то Тяжело А Средним Раз Сила Бошла Все Легче Стало Если Уверенности Нет Я не смогу Наверное Я не знаю Как это Вообще Делать Не знаю Тогда Большой Безымянный Тогда Узнаю Все Нормально Смогу И Если Мысли Лезут Всякие Звуки Тебе Не нравится Твой Звук Тогда Большой Мизинец Соединяем Если Тебе Хочется Больше Допустим Еврейские Крови Замучили Там Или Еще Что-то Тогда Указательный Со Средним Мести Или Мизинец Безымянным Вместе Больше Тогда Будет Но Даже Если Ты Чистокровный Еврей Вот Так Нельзя Делать Хочешь Все Сразу Не Получится Надо Чтобы Часть Часть Пальцев Была Свободна Понятно Да Если Всех Дом Задолбал Тогда Вот Так 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 Мудро Так Смирение Водно Водно Вдруг У вас Не Должно Быть Никаких Отвлечений Вот Полная Концентрация Вместе И если вы начали всех расталкивать, идти в туалет резко, то тогда тоже вы всем мешаете. Если кто-то должен выйти во время ретрита, садитесь ближе к выходу, чтобы никому не мешать. Понятно? Когда будете повторять Харейрам, не повторяйте слишком громко, чтобы у вас горлышко не хрипело. То есть не перегружайте себя. И звук должен идти от сердца. Если вы горлом повторяете, вам плохо становится. А если от сердца глубокий звук, тогда легко его повторять. Бабочка. Стопы вместе, колени врозь. Вот так, да, бабочка. Можно скрученная поза вот так ногу через ногу перекинуть. Вот рядом с вами, молодой человек. Вот так можно сидеть. Или можно пол лотос. То есть одна нога сверху, другая снизу. И позу эту не менять. Одну как бы, да, вот так можно. И вот одну позу сделали, и все. И больше не меняем. Если сменили, сразу опять заново чистка начинается. А вы говорили, что можно ослаблять немножко. Ослаблять и потом назад опять. В то же положение. Менять нельзя. Другое сделали, пошла другая чистка. Все. Положение не меняем. Ослаблять можно, менять нельзя. А можно ли по-турецки? По-турецки не будет чистки. Можно даже лечь, но чистки не будет при этом. Можно на колени. Когда ты такой специальный стул, ноги подгибаешь, да, под него или что? Чистки нет никакой. Чистки нет. Вот человек на стуле сидит, чистки организма нет. Или это не принципиально? Ну, дома будете листом на восток. А вообще восток-запад имеет значение? Имеет значение. Так куда надо? На восток. На западе увеличивается занятость человека в деятельности. На юге увеличивается счастье, то есть наслаждение. На севере погружение, внутренняя концентрация. А на востоке увеличивается сердечность, духовность человека. Приближение к Богу. А на коленках вот такая поза, вот как я сейчас сижу, согнутый коленок. Поза алмаза, да, хорошо. Пятки развернуты? Можно и так, и так, как хотите. Все хорошо. Только не надо менять потом, как сели, так сели. Поза алмаза сравниваю и получается, что как бы поза алмаза не так эффективно. Я прям чувствую, вроде что какая-то энергия идет в позе по-турецки. Просто для меня лотос или полулотос это что-то нереальное из области фантастики. А мне и по-турецки сидеть очень тяжело. Но опять-таки по-турецки можно более глубоко ступни подсунуть. То есть как бы тоже усиливать себе нагрузку. Но вы можете в бабочке сидеть. Бабочки можете стопы вместе вот так или не сможете? Уже получаться по чуть-чуть стало. Да, вы в бабочку садитесь и к стеночке прижмитесь. И вам вы сможете. 65 минут. Легче будет по-турецки раз. Но тяжелее стало по-турецки сели. Потом опять в бабочку. А поза алмаза, если она не совсем чувствуется, то есть я ее сижу, но мне кажется, что она не так работает. Нет, она работает нормально. Лучше в ней сидеть, да. Понял. И подскажите, вот с первого молитвенного ретрита, если накрыла, скажем так, болезнь, для меня получается она серьезная, а для всех как будто не серьезная. То есть все вместе там сложилось. Это вот может какая-то чистка. И есть ли смысл дальше продолжать нагрузки, если я вот уже подвыздоровел. Вы спреем пользуетесь? У меня тут немножко свои методики. Вот они меня вытянули. Мои хорошие, если вы как бы спрей мой не покупаете и не брызгаете, то не надо меня ничего спрашивать. Потому что мне не интересуют ваши методики. Мне интересует, чтобы вы делали так, как надо. Вот меня вдохновили сейчас поучаствовать. Да, вам надо всем купить спрей. Вы сейчас брызнули себе в нос, кстати, в рот? Кто не брызнул? Все брызните. Давайте это... Игорек где? Игорек куда сбежал? Нужно спрей по рядам пустить, чтобы все брызнули. А, есть уже идет по рядам спрей, да? Все вот-вот спрей идет по рядам, все брызните в нос, в рот себе. Поэтому всем надо купить спрей. Если к подарке хотите домой привезти, самые лучшие подарки – это сладости у нас в буфете. Очень вкусные. Кто попробовал? Понравилось? Сладости очень вкусные. Привезете домой, они еще с молитвой готовятся. Будете подарочки раздавать. Самый лучший подарочек – это сладости у нас. Так, значит, давайте я теперь еще раз настройку прочитаю вам, что мы делаем сейчас. Вот все, кто онлайн у нас находится, все должны сделать статическое упражнение. Никакой ходьбы, как на ретрите, никаких других вариантов не должно быть. Можете возле дерева стоять, можете возле стеночки, можете в алмазе сидеть, можете в бабочке сидеть, можете в полулотосе сидеть, со скрученной позой. Любое положение тела выбирайте, какое хотите. Организаторам прошу, чтобы они слышали голос молитвы. У них будет слышно голос молитвы или нет? В онлайне. Без голоса молитвы в онлайне бесполезно. Это все будет пустая трата времени. Значит, смотрите, что мы повторяем. Все смотрят на меня. Мои хорошие, я не закончил, я только начал настройку. Нужно всем сосредоточиться на мне сейчас. Мы повторяем два звука. Один звук предназначен для входа энергии. Он зовущий. Это имя Бога. Хоре означает призыв. Я хочу, чтобы ты был со мной. Господь. Хоре означает Личность Бога. Сокращенно по-русски «хария». Хария — это искаженное слово. Когда христианская культура пришла, она вытеснила ведическую, то начали искажать все ведические слова. То есть «хоре» стала «хария». Бабха-ёшка стала женщиной, которая занимается йогой. Бабха-ёшка. Медическая мать стала ведьма. Только медведь остался нетронутым. Мёд-ведь. Тот, кто знает, где мёд. Медведь. Поэтому «хоре» — это древний звук такой. Означает призыв к Богу. Произносится «хоре». И сливаемся все вместе в этом звуке. Вот это звук слияния, соединения. Давайте все вместе. «Хоре». Соединяемся с Богом. Сливаемся. Соединяемся с Богом, со мной, друг с другом. И наполняемся. Это звук наполнения. Берём в себя Бога, наполняемся. «Хоре». Почувствовали звук? Теперь следующий звук. Ра-ма. Это тоже древний звук. Во всех учебниках в Советском Союзе, во всех детских учебниках об этом говорилось. Что мама мыла раму. Рама — это Господь. Его мама его мыла. Вот. Понятно, да? Мама мыла раму. Вот. Это везде написано. Все знают. Вот. Поэтому повторяем. Ра-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Желаем мира. Это звук победы. Ра — это звук победы. Кричат «Ура!» Это звук победы. Ра — это звук победы. Поэтому надо повторять от всего сердца, широко отдавать мысли накланяться алтарю. Сра. Повторять с радостью. С радостью звук. Ра означает… Солнце дасть означает дарить. Радость. Рама. Ра — это звук победы. Еще раз. Ра-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Рассказgonчили? Ма означает смерть. Значит я до последней капли крови сражаюсь. Ма значит всё, умер. Ещё раз. Ра-а-а-ма-а-а-а. Всё, до последнего. и мысленно благодарим Бога, славим Бога в это время. И каждый звук долго длится. Ха-аре — это один выдох. Потом вдохнули, ра-ма — один выдох. Поднимите руку, кто так долго не выдерживает? У вас не хватает воздуха. Если у вас не хватает воздуха, вы можете четыре вдоха делать. На Ха один вдох, на Ре один вдох, на Ра один вдох и на Ма один вдох. Понятно? Не бойтесь, можно так, допустим. Понятно? Вот так можно. Но не надо вот так. Вот так не надо. А то обкакаетесь и весь ретрит закончится. Теперь можно включить будильник и сбегать пись-пись прямо сейчас. Потому что потом бегать нельзя будет. Сейчас у нас 5 минут на пись-пись. Вот сколько из вас хотят пись-пись, это прям почти все. Все разбежались, короче, на пись-пись. Ладно, тогда вопросы по молитве еще пока все бегают пись-пись. Да, все отлично, спасибо. Давайте вот Ольгой тогда, если звук туда идет, давайте, Ольга, включайте и попробуйте... Включите звук туда, как раз проверим. Звук в онлайн включите и, Ольга, давайте это под него повторите. Харея, Харея, микрофончик свой включайте. Что у вас там? Микрофончик, Ольга, включаем. Че он у вас не включается, что ли? А, там запрет, наверное, Иван, вы запретили им включать, наверное, микрофоны? Че они не включают? Вы что, им запретили, Иван, включать? Дайте им... Разрешите включить Ольге микрофон? Кто-то запрет сделал. Кто-то запрет сделал. Нет, все повторяют одно и то же. Аллилуйя, будете дома повторять. Ничего страшного. Ничего страшного. Кто спросил? Ничего страшного. Ничего. Это нормально. Бог один. Надо бояться. Бог один. Кто боится повторять Алирам? Не надо бояться. Ну, повторяйте Арилуи, если вам страшно. Хорошо. Это не принципиально. Но просто все, если будут повторять, каждый раз. что-то свое, то тогда будет бардак. Вы тогда там, ну, тихонько в стороночку сядьте, чтобы вас не было слышно, а то люди сбиваться будут. Попробуйте сейчас. Да, Ольга, давайте. Давайте, повторяйте одно. Мне только Хари повторять или Хари Рам? Хари Рам повторять. Под звук, как музыку, которую вы слышите. Музыки пока нет. Я вас не слышу, Ольга. А музыки нет. Музыки нет, говорят. Вот, ребята, надо все-таки, чтобы она была. Олег Геннадьевич, там немного запутано. Либо вопросы онлайн, либо музыка. Надо выбирать одну из двух. А, все, тогда все. Но вы сделайте им онлайн музыку, я должен убедиться, что она есть. Потому что... Да, она была, минуту назад она была. Сейчас я на вопросы переключу назад. Либо вопросы, либо музыка. Сейчас сделайте музыку онлайн, чтобы они подтвердили, что у них есть музыка. Давайте сделайте прямо сейчас. Слышно вам музыку или нет? Не слышно ничего. Слышно? Громко слышно? Хорошо? Нормально слышно? Вот я повторяю. Что сильнее? Музыка слышно или меня? Меня сильнее? Музыку громче делайте в онлайн. В онлайн громче. Одинаково слышно, да, силы? Все хорошо. А вы соедините потом вместе их, да? И в зал пойдет одинаково, и туда пойдет. Тогда сделайте так, чтобы меня было одинаково слышно здесь тоже. Если вы... Сделайте, да. Музыка. О-о-о-о. Музыка. Музыка. Нормально? А-о-о-о. Музыка. 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 Слышно вам одинаково в онлайне? Меняем музыку. Музыку. Музыка. Музыка. Делаем. Ладно. Я понял, кем мне надо работать. Мне надо устроиться в урологическую клинику, вызывать своим присутствием всех желание писать, что некоторые люди не могут пописать, когда меня будут видеть. Потому что я смотрю, многие захотели писать, когда пришли. Знаю, я никогда не думал об этих своих способностях, но ползал и убежал писать, когда я сказал. Что с ними произошло, непонятно. Нет, просто, наверное, у меня так энергия работает, что все меня видят и писать хотят сразу. Я понял. Ладно, хорошо. Ну что, занимайте тогда места согласно купленным билетам. Сейчас. Вот так. Мои хорошие, смотрите, вставать посреди зала не надо. Встаем только к стеночкам, потому что, если будете падать, кому-то сделайте больно сами. То есть у нас техника безопасности. Стоять нельзя возле стульев нигде, только к стенкам вставать. Если плохо становится, сразу прижимайтесь к стене. Чуть-чуть плохо стало, потому что человек не успевает сообразить, когда он падает. Это проверено уже. Вот. Поэтому, если стоите, чуть-чуть кружится голова, раз, к стене прижались, ноги отодвинули. Если будете терять сознание, чтобы сползти по стеночке. Все брызгают нос, пока есть возможность. Нос, рот. Ну, один раз поставили как-то и все. Так, как у нас там возвращение идёт, процесс возвращения, кто знает. Не все? Вопросы по молитве ещё какие есть? Мероприятие будет длиться 65 минут. За это время прочищается вся судьба. Каждые 13 минут идёт процесс. Если вы в одном положении тела находитесь, то у вас первые 13 минут очищается взаимодействие с этим миром, вторые 13 минут очищаются эмоции, третьи 13 минут очищаются мысли, потом очищается настроение и потом очищаются глубокие функции психики. Каждые 13 минут что-то очищается. Если вы поменяли положение тела, то всё заново начинается. Значит, вы, допустим, очистили связь с этим миром, потом эмоции, это два слоя, и потом раз решили наполовину поменять, значит, опять будет заново всё. Значит, мысли не очистите, настроение не очистите, глубокие функции психики не обчистите. Понятно? То есть положение тела менять нельзя. Можно облегчать, вышли и опять зашли. Менять нельзя. Да? Менять нельзя. Менять нельзя. Менять нельзя. Надо, наоборот, делать чаще. Не каждые три дня, а каждые два дня или каждый день. У вас очень жуткое статическое напряжение в организме. Вам надо сначала в воде сидеть. Вы с нами находили там? В воде сидеть, потом ещё статику делать раз, два, три дня. Только через полгода у вас потихоньку начнёт всё это. Как? В алмазе? А по-турецки не работает, я же вам сказал, это бесполезное занятие. Всё. Ну? Ванна. В смысле, в воде где стоять? Статику не в воде делать. Надо статику делать, вот как вы сейчас делаете. А в воде надо лежать. Лежим в ванне, стоим, статику делаем на улице. Вы всё время путаете. Я говорю вам, надо стоять возле деревьев. Вы обнимаете дерево. Надо как делать? Надо обнимать мужа, а спиной вставать дерево. А вы спиной стоите к мужу и обнимаете дерево. Всё наоборот надо делать. Напою жену, обниму коня. Ладно, мои хорошие. Вы поняли, что статика – это вот здесь, а в ванной лежать надо? Статика – это здесь. Это не в ванной статика. В ванной мы плаваем. Можно в воде плавать. А статика – это неподвижное положение тел. Причём в ванной. Стоять или плавать в воде? Или лежать? Да. Душ не считается, стоячая вода возложена. Ну что? Можно начинать раз в три дня 65 минут, а потом переходить на… Можно каждый день или хотя бы 3-4 раза в неделю. Статическое напряжение копится очень быстро в организме. Если раз в три дня не стоять, то это уже всё. Шансов нет вылечиться. Так, всё, забыли про всё это. Давайте сейчас у нас уже реприт начнем. Так, ну что, все описались или не все? Ну что такое? Все? Слава Богу. Так, кто сзади мне там помогает? Поддерживать надо стул. Сколько надо людей, чтобы Олег Геннадьевич одновременно подержал? Есть. Пожалуйста, у меня вперёд не у него. Так, ну всё, отлично. Так, значит надо на 65 минут ровно включить музыку. Там 68 минут, надо на 65. Всё, поехали. Всё, все садимся по местам. Все молодцы. Сейчас у нас обмен опытом. Что у вас получилось? Рассказывайте. Можно с онлайна тоже делиться, поднимать ручки. Рассказывайте, что произошло. Олег Геннадьевич, можно? Да. Такой опыт был, ну вот так вот, в такой позе бабочки была впервые с поддержкой спины. Можете глянуть, вообще что-то засчиталось, нет? Потому что я 3-4 раза расслабляла ноги на какое-то время, но старалась ненадолго. И это было, ну очень тяжело под конец, вообще прям просто... Нормально, чистка идёт, да, всё нормально, всё хорошо. Идёт процесс. Ваш вопрос. Спасибо. Нормально, нормально, можно. Пассивно не идёт, да? Не идёт как пассивно? Нет, нет, нормально. Это облегчённая бабочка. И почему руку, когда так жёстче как-то прочищается или... Да, потому что энергетика многократно увеличивается в зале. И чистка идёт более глубокая. Это, ну такое очень глубокое воздействие на судьбу. Люди могут даже чувствовать жар такой резкий в теле. Поднимите руку, так пробивало жаром. У кого, наоборот, появлялось головокружение, такой слабость. Кто чувствовал лёгкость такую, как будто чистота. Кто ангелов чувствовал. Видите, ангелов чувствовали. Кто из вас понял, что такое чистый звук настоящий, который исходит из сердца? Из сердца вышел звук? Ну всё, видите, как хорошо. А? Всё? Из вашего, ну, надо было под это подстраиваться. Кто почувствовал радость внутри такую сильную? Победу кто почувствовал? У кого пришло знание о том, что делать в жизни? Видите, сколько всего происходит? Это ретрит. То есть он даёт возможности жить. Поэтому надо находить время и приезжать. Вот сейчас, если вы сильно помолитесь, то у нас сюрприз есть. Сюрприз есть. Сюрприз. 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 Если все, все, все помолятся, то у нас будет с 20 по 24 октября в Дубае ретрит на море. Если прямо сильно так помолиться. Кто из вас хочет поехать в Дубае? Ну всё, вот нам этого количества уже достаточно, чтобы проводить. Сюрприз. Сюрприз. Ну это будет такой, как хороший. Там будет хороший отель такой серьёзный. Уже это уровень более высокого класса. Там, скорее всего, будет семинар по успеху в бизнесе. Там будет какой-то такой элитный. Вкусня такая дубайская. Вот. И там море будет. Купаться будем в море. Ну, примерно такая тема. Нормально? Приехать там и на 5 денёчков задубается так. Пару ретритов провести за 5 дней. Хорошо? Пробежаться вдоль моря. Каждый день в водичке постоять. А? В море нормально, да? А? Ничего страшного. Можно плавать же, вода от тебя чистится. Вода долго, значит, будем стоять. Здесь вот 25 минут, а там придёт 40 минут стоять. В это время в Дубае, наверное, где-то 22 градуса вода. Ну, 40 минут, нормально. Да? Что хотите сказать? Олег Геннадьевич, я хочу... Из онлайна кто в Дубай приедет? Поднимите руку. Из онлайна. Вот там два человека из онлайна даже. Три. Вот это... Станиславка со всей семьёй, это уже сразу больше. Хорошо. У меня такой вопрос возник. Вот мне эта молитва просто понравилась настолько, что она перебила все прошлые опыты. Вот я так и стараюсь, чтобы вам так долбануло хорошо. Я на земле православной, и я хочу вас спросить, благословите ли вы меня пользоваться ею? Я молюсь православному святому. Да, я благословляю вас оставляться православно и молиться, вот как вам нравится. Вот именно эта молитва просто... Потому что Бог один, и молишься просто, как тебе нравится, и всё, и будешь счастлив. Если ты знаешь, что Бог один, услышала Бога, нашла где-то Бога, и радуешься, где бы ты ни нашла его. Это свободная позиция, это настоящая свобода, покруче американской. А по ощущениям, вот этот звук с барабанами, эта мелодия, она просто вот отличается сильно, например, от Богородицы. И она мне именно легла. Богородица — это настроение скорби, сострадания, а это настроение победы. Победы, да. Это разные настроения. Победы — это... Классно. У кого такое было? Да, да. Вот это и было. Раскрылось. Сердце раскрылось. Это настроение победы, понимаете? И я подбираю уже не просто так мелодии. Я подбираю такие, чтобы там очень чисто всё произносилось. Эта вот мелодия, она уникальна тем, что там поётся всё очень круто. Это крутая молитва сама. Если мы под неё повторяем, постепенно мы соединяемся, соединяемся, соединяемся. Это тоже Богородица, где в радусе? Их много разных мелодий, но вот эта, которой мы пользуемся, она очень крутая. Я много переслушал, но это очень крутая. Вы чувствуете, да, такую? У меня есть несколько таких молитв. Спасибо вам. Спасибо залу огромное. У меня ещё есть такая тоже, я иногда включаю мусульманская такая крутая мелодия. Но я под неё ещё ретрит ни разу не проводил. Это будет, конечно, очень коррекционно, если под неё ретрит провести. Но она тоже такая вообще просто... Мне очень нравится. Сейчас я вам её включу. Это горцы поют, мусульманские горцы. И они такие... Вот. Очень круто. Музыка. 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 Звук выхода души из тела. Звук ом полностью копирует. Именно такой звук слышит душа, когда выходит из тела. Это звук Бога. Они очень сильно копируют. И прямо улетаешь. Полетел, да? Классно? Субтитры создавал DimaTorzok Круто? Вверх пошла душа. Такие вот надо собирать мелодии мне присылать. Да, Валентина, вопросик. Называется Назам Мухаммад. Назам Мухаммад. Назам Мухаммад. Олег Геннадьевич, большое спасибо за этот молитвенный ретрит. Друзья, всем так же. Хочу поделиться. У меня такой первый раз опыт. Хотя я уже как бы не первый раз участвую, Олег Геннадьевич. Ну, вживую не так часто же участвовала. Два-три раза всего, да? Олег Геннадьевич, вот сегодня удалось хорошо брать и отдавать. Брать у всего святого, вообще у всего святого, у всех святых, у всех священных писаний, вообще у всего-всего-всего и отдавать вообще всему, что существует. Вот все люди, вся земля, вся вселенная, мироздание, там вот так. И потом, конечно, вот это состояние сегодня, сейчас здесь, но и там в прошлом, в прошлых жизнях. И отдавать туда вперед за будущее. Вот меня не слишком, Остапа понесло, не слишком ли это много, что за все, за все, за все, за все. Ну, это просто, видите, вы прорвались сквозь заслон, и вас предупредили, что можете умереть тут. И вы прямо, эта душа у вас раскрылась, вы полетели, то есть предсказание сбылось. То есть вы получили благословение от Бога, что вы не боитесь преград, границ, просто едете туда, когда надо, и все. Спасибо, Олег Геннадьевич. И Бог вас наградил духовным знанием. Спасибо. То есть это нормально, это не иллюзия, может, какая фэнтези. Нет, это чистота вот у вас из сердца. Я заметил, как вы повторяли, у вас хорошо было. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за объяснение. Всех вам благ, мы вас очень любим. Хорошо. Так, ваш вопрос, да. Это у меня первый опыт. Первый раз у меня не получилось, потому что очень сильно голова болела. Ну, как вы бегали, я заметил, что вы у нас прорветесь скоро. Спасибо большое. У нас чувствуется наш человек сразу. Спасибо. Правда, это мне счастье слышать от вас. Правда. Благодарю. Вот. И я хочу с вами поделиться своим опытом, естественно, мне хочется, так сказать, узнать, услышать из ваших уст, ну, что бы это значило. Я когда брала, я брала тоже вот как у всего святого, у самого высшего существа, у наивысшего существа во всем. Да. А отдавала тоже я, вот у меня представление сразу, вот наша планета, вот я боялась, что вот настолько войн, пускай больше любви будет везде на нашей планете. И вот, знаете, а потом уже, ближе к концу, мне стали всплывать все мои свекровь, муж, дети. И я, и я вот брала у всего святого. Свекровь, чтоб не била больше крови. Я отдавала ей, вот на рама, рама, на тебе, милая, любовь к Божью. Так же и мужу, так же каждому из детей. Так я не знаю, может, это неправильно. Правильно. Душа же, она необъятна по природе, ей надо больше, больше все брать, больше отдавать. Она необъятна, поэтому мы ретриты устраиваем, потому что души, они по природе необъятны. Мы можем наполняться и отдавать очень сильно. Можно сделать такой ретрит, ну, наверное, не я, не в моем исполнении, когда все сиять будут люди, вообще светиться будут такие, светом прямо искриться. И это энергия души. Душа, она как аккумулятор, она всасывает энергию, отдает, и она может, говорится, светиться, как солнце. Так может столько вкачать себя, хоть она маленькая с атом, но она очень сильно сиять может. У нее такие потенциальные возможности огромные. Поэтому мы и ждем счастья. Мы ищем счастье, думаем, счастье это какую машину купишь. А счастье, вот оно, оказывается, где. Я знаю, я счастье есть на свете. Года, горная река. Люди добрые. Молитва. Вот это и есть счастье настоящее. Когда Виктория чувствуется в сердце, победа, счастье тоже. Вайва, наверное, тоже победа переводится, да? Нет? Да, Григорий. Спасибо за ретрит. Хотел своим опытом поделиться. Как-то вначале было тяжело включиться, а потом начал чувствовать поддержку от зала. От вас, от зала, от всего. А потом вот мы громко повторяли рама. И прям вот хотелось даже немножко как будто бы прокричаться. То есть выпустить. Подпрыгнуть хотелось. Подпрыгнуть и взлететь, да? Ну, подпрыгнуть не хотелось. Но хотелось вот все, что накипело, прям выкричить. Вначале. И вот, как вы сказали, что идем в атаку с криком «Ура!», да? Рама. И вот хотелось идти в атаку вместе с Богом и побеждать вот эти какие-то события, которые происходят. Вот, молодец. Правильно поднял настроение. Да. И в конце уже, правда, такая усталость накопилась. Вот лично у меня. Мне было сложновато повторять. Уже как-то и голос немножко уходил. Ну, и уже ретрит закончился. Ты в атаку, наверное, слишком быстро пошел. Ну, наверное, слишком много раз, да, в атаку ходил, и поэтому устал. Но хотел поделиться одним таким моментом. Мне показалось, что сюда в зал пришла поддержка какая-то. Я не могу понять, то ли это мои какие-то предки, то ли это что-то такое. Ангелы пришли, ангелы. Да. Я вот прям чувствовал, что это было вообще. Ангелы, это предки, были, это родственники. Ангелы пришли с неба. Им нравятся такие мероприятия. Приходят посмотреть. Нравятся, интересны. А? Да. Ваш вопрос. И можно еще один момент я хотел точнить. Вот рама. Иногда вот я слышал такое исполнение рамо. Иногда рама, иногда рам. Это окончание, они не имеют значения. То есть, что вот идет, допустим, хари-рам, хари-рам. Рам, может быть, рам, рама, рамо. Это все одно и то же. Да, допустим. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, спасибо огромное. Но у меня такое первый раз. Вот, видите, мы вас настроили, правильно настроили. Вас долбануло, да? Еще как. Хорошо. Вы знаете, вначале у меня такая чистка шла сознание. Потом у меня пошло через тело. Я вот эти стадии ощущала. Но тело до такой степени просило сдаться. Это было нечто. Я себя постоянно ловила на том, что я на вас настраивалась. Как только я на вас, все, любовь идет, идет, энергия сильнейшая. Потом у меня просто все до такой степени прочистилось. У меня вышло семь поток. Я вся мокрая. И я понимаю, или это победа, или я счастлива. У меня только в конце, к самому концу. Единственное, что меня немножко забеспокоило, что я иногда вот снова осанку ловила. Я иногда вот так вот, а потом ловила. Но выдержала практически весь этот ритм. И к концу у меня так... А, еще было до тошноты. Меня прямо все мутило. Все выворачивало. Я так понимаю, что это чистка и сила идет. И только к концу у меня такое просветление в мозгах. У меня такой свет. Прямо просто белая пелена. Наверное, вот это ангелы и были. У меня только один вопрос. Хватит ли у меня сил? Ну, я и к вам теперь вопрос глядя на меня. Хватит ли у меня сил вообще стать счастливой, победить себя? Вы уже и так стали счастливой. Вам что, еще больше хочется, что ли? Видите, оторвалась до бесплатного, да? Это как деньги. Мне надо силы просто. Хочу больше счастливой еще быть. Ну, хватит на сегодня пока. Сколько? Я, наверное, рада, что у меня получилось. Спасибо вам огромное. Все, счастья вам. Так, Виктория. Вероника. Я на самом деле не про себя. У нас одна девушка в выборок упала. Я тоже слышал какой-то... Да. Ничего, нормально все у нее? Ну, вот я и говорю, когда стоят опасно... Она успела от сеночки, ну, как к сеночке прислониться? На бок? На бок это лучше, чем вперед. Ну, так присела, да, чуть-чуть свалилась? А? Поймать успели? Хорошо, это хорошо. Ну, вот так бывает иногда. Я говорил, вставать опасно стоять. Иногда люди валятся. Ваш вопрос? Я почувствовал, да, что кто-то свалился. Не заметил, правда? У меня не вопрос, я хочу поделиться. У меня на вторую часть, ближе к концу, было такое чувство, как будто вот здесь вот, как на море, такая большая-большая волна. Вот как вал такой. И потом он уходил вот через эти двери, прямо туда, таким вот валом-валом, через всю землю. Прямо в столовую, да? Нет, нет, вообще. И я была близко, рядышком с вами. И когда вы отдельное громче говорили, как будто это вал этот больше становился уходить. Ну, вот вы энергию почувствовали, сильную молитву. Да, я даже сейчас. Вот это как будто вот такая... Вот вас ведет, да, такое? Да. Спасибо всем. А представляете, как мандарины зарядились? Это вы сейчас, если приведете своему придурочку, если и скормите им, он сразу будет хорошим. И говорят, что я не пойму, что я такой хороший стал. Вот. Можно взять своему мужу, там, своей жене, там, мандаринку. Кушай мандариночку. И все, и он съест, и пить бросит сразу. Ну, так что мандарины сегодня очень ценные. Поняли, да? Все по мандаринке должны получить. И надо привести к своему близкому человеку и всем раздать понемножку, и у них будет меняться жизнь. Так? Ваша? Всем здравствуйте. Я вообще первый раз в жизни здесь. Слушаю уже вас, ну, давно. И у меня такой опыт. И у меня точно так же было на онлайн-ретрите во вторник. Мы сегодня на один день только приехали. Он неположительный, мне кажется. Но вот вначале я услышала, как вы сказали, голос сердца, да? Потому что я никогда его не слышала. Я поняла, что это есть разница между тем, что я там делала дома, да, под ваши записи. И потом был вот этот жар, и в середине меня просто, ну, выключало. Вообще выключало мозг, ну, организм выключало. Я когда уже просыпалась, я понимала, что... Не хватало энергии просто, не хватало сил. Да, да, вообще не хватало. И голова сейчас очень болит. Прям вообще. Сейчас болит голова. Да, вообще. Надо пойти в речку и встать в нее. Вы сегодня с утра стояли? Да. Еще раз надо пойти и встать, и вам легче встать. Ну, это как бы нормально, наверное, да? Я думаю, первый раз. Ну, я просто не знаю, что это значит. Ну, перегрузились вы, перегрузились. Перегрузка произошла. Спасибо. Так, у нас онлайн там Вика поднимает. Ну, да, включайте звук, говорите, Виктория. Сейчас, сейчас вас еще скажу. Да. Алло. Да, да. Слышно меня? Да. Слышно? Да. Олег Геннадий Ильич, я очень благодарна Богу, что он человеку не славит. Так. Это правда, это просто, это, наверное, именно судьба вот такая вот у меня. Отчастише звуки. И я хотела вас спросить, вот как бы я чувствую, смогу в будущем помогать чем-то людям? Или это просто, ну, мне кажется? Еще раз, просто, кто помогал людям? Что? Кто людям помогал? Нет, я смогу чем-то помогать людям в будущем? Или мне просто кажется? Можете, конечно, почему не можете? Вы и сейчас помогаете. В будущем будете помогать. Я просто думаю, может быть, мне тоже чем-то таким заняться духовным чем-то, чтобы, понимаете, чтобы людям как-то про Бога говорить и выносить им. Да, вспомнила прошлую жизнь свою, молодец. Помолилась и мне в прошлой жизни, вспомнила, как у нее в прошлой жизни, она помогала людям. Она говорит, о, я хочу людям помогать. Вспомнила в прошлой жизни. Да, я поэтому и говорю, что у меня вот, с меня, вот понимаете, прет, ребята, я хочу людям рассказывать про Бога. Она помогала людям в прошлой жизни. Они на меня смотрят, как надуются, типа, ты что? Ну, понимаете? Вот когда человек молится, молитву читает, он свою духовную глубокие какие-то возможности вытаскивает наружу. И, видите, она вспомнила прошлую жизнь, как она людям помогала, и ее поперла. Это память духовная вышла изнутри. Она говорит, я хочу, я помогаю. Хорошо, помогайте, все, вперед. Скажите, пожалуйста, а я с мужем смогу свою судьбу победить? Вот сложности, что у нас с участием. Я не знаю. Я виновата в этой способности. Вы ее побеждаете, надо продолжать побеждать. Смогу или не смогу, это к Богу вопрос. Я же не Бог. Надо продолжать, я вижу, что у вас все получается, идите вперед, дальше. Всегда, когда есть судьба, ее надо побеждать по-любому. Не в этой жизни не сможете, так в следующей. Мы бесконечно живем. Но если есть судьба, ее надо побеждать. Вариантов с ней больше нет других отношений с твоей. У меня просто предчувствие такое, что он все равно уйдет. Потому что он хочет уйти. Ну, уйдет, уйдет. Я думаю, его не нужно держать на силу. А я стараюсь это делать, как будто бы вот держу его рядом. Держите, да, держите. Уйдет, ничего страшного. Моя хорошая, давайте сейчас у нас больше по-духовному. Люди вот помолились, давайте у нас больше о молитве, о репрессах. У нас немножко другая тема. Да, Катя? Что? Катя, спросите, да. Слышно меня? Да. Спасибо большое, что нас собрали для молитвы. Я очень редко участвую, точнее, только один раз. И очень давно участвовала в таком, похожем, магазинном ретрите. И я очень давно не делала никакие статические положения. Мне было очень трудно. Но обычно я могу долго сидеть. В этот раз было сложно, потому что у меня не было никаких таких вот в последнее время практик. Да, ну, помимо того, чтобы сидеть за компьютером или перед циризмом, других статических положений у меня не было. Так, и в чем ваш опыт, вопрос? Вот, да, вот, ну, было очень здорово ощутить вот то, что, несмотря на то, что я так далеко нахожусь от всех вас, я чувствовала, что я вместе с вами. И особенно это ощущение усилилось, когда я закрывала глаза. Такое ощущение было. Да, потому что, когда закрываешь глаза, онлайн усиливается. Онлайн усиливается, когда закрываешь глаза, ты связываешься сильнее. У нас, мое хорошее, уже заканчивается время. Вы как бы… Всегда на мне заканчивается время. Ну, у нас вот мне принесли. Сейчас у нас уже все, нам надо расходиться. Ну, в общем, что-то еще? Вы сказали все. Вот еще тоже такой момент был, когда голос усиливался. Было такое ощущение, что вот этот звук, рама, он такой сильный, что он может даже стать настолько сильным, что им можно будет сломать стену. Вот такое было ощущение. Да, так и делали, да. Этим звуком можно что хочешь сломать и что хочешь восстановить. Это духовный звук, божественный. Ну, мне было немножко сложно. То есть я как бы… Было такое погружение, но тоже я выпадала. И было тоже беспокойство из-за того, что сложно было сидеть в какие-то моменты. В общем, ну, это просто непривычки. И вот еще у меня такой момент… Надо почаще вот это все делать. Вы говорите, я редко делаю. А что это вы редко все это делаете? Надо чаще делать. Вот. Вот я как раз хотела спросить, что мне очень нравится. Я хотела бы, чтобы это мне пришло в привычку. Я давно уже собираюсь начать. Но у меня есть такое, я не знаю, как это назвать, суеверие, может быть. Или, в общем, не знаю. Тот человек, который знает, что это, знает, как это называется. Я привязана к астрологическим благоприятным дням. И вот, допустим, сегодня какой-то четвертый, по-моему, лунный день, и он считается неблагоприятным. Я думаю, если сегодня я начну вот эту практику, значит, это меня не приведет к самому лучшему результату. Слушайте, ну вот мы все помолились, нам всем хорошо. Что вы, как бы, глупости говорите? Для духовной жизни нет ничего неблагоприятного. Вы говорите про астрологию, это тонкая материя. А мы занимались духовной практикой, а она выше стоит тонкой материи. Все, моя хорошая, у нас время закончилось. Я извиняюсь, нам надо заканчивать. Всем счастья. Давайте, мне нам надо раздать еще мандарины, у нас дальше программа идет. Всем онлайн, всем всего доброго. Спасибо, что были с нами. Всем счастья.